Сфера моей деятельности — это телерадиовещание, поэтому интерес к этому направлению был всегда. Коллекцию это пока сложно назвать, это начало, в начале пути стоим. Но в целом идея возникла у меня подспудно, когда мне жена подарила первый радиоприемник проводной в свое время, и моя жена начинала свою деятельность как диктор радио, и вот это как-то зацепило меня, а в свое время, если вы знаете, помимо газеты и телевидения, одним из мощнейших СМИ было проводное радио. Если пойти по пути истории, то через 30 лет после того, как было продемонстрировано первое радиоустройство Поповым, в 1895 году было продемонстрировано, а в 1925 году уже началось глобальное использование проводного радио. Вот его представители здесь находятся. Вот, допустим, вот этот приемник, он был выпущен в 1964 году, это год, в котором на территории СССР начали использовать трехпроводное радио. Купольное радио, которое сзади меня, черное, это приемники, которые висели по всему СССР и говорили и о нападении Гитлера, и в дальнейшем голосом Левитана о победе. Здесь есть приемники, в частности, которые были один из первых послевоенных приемников, которые у многих людей социировались с победой. И на самом деле история проводного радио, она достаточно интересна, она активно развивалась. На момент, когда проводное радио стало сворачиваться, приемников насчитывалось в эксплуатации более 81 миллиона абонентских устройств первой территории СССР в России позднее, которая отказалась от проводного радио в полном объеме, это Казань в 2012 году, только буквально недавно. А начиная с 1935 года, использование радио, проводного радио, оно было обязательным, и все настройки должны были сдаваться с подключением к радиоточкам. На период запуска этого проекта, они были очень дешевы, сами радиоточки, поэтому их могла себе позволить практически любая советская семья, хотя понятно, что они стоили 3,60 и так далее, при этом 80 рублей инженер, кто-то 120 получил. Это не дешево было, но тем не менее, значительно дешевый телевизор, скажем так, в то время. А эфирного радио тогда практически не было, и эфирные приемники стоили значительно дороже. Они возникают по-разному, появляются в коллекции кто-то из моих коллег, возвращаясь из командировок по области, находит в старых домах у кого-то из жителей, просит или выменяет, ну, жители продают за 100-150 рублей какие-то приемники. То есть, по сути, они никому не нужны, потому что многие от этого отказываются, но, знаете, оно как бы, вот в свое время, когда появились компакт-диски, все говорили, что умрут грамм-пластинки, потому что звук более качественный, позволяет больше информации записывать, но, как показала практика, аудиофилы со временем все равно возвращаются к пластинкам, сейчас очень много движений это набирает, и в интернете можно покупать пластинки, обмениваться ими, звук более теплый, более живой. Также многие говорят и про радио, то есть, вот с момента появления МП-3, то есть, носимый звук он стал компактным, простым, дешевым, но вот какая-то теплота исчезает после цифровой обработки, а это радио, это провода, это чистый аналог передается, звук, ну, что-то в этом есть, какая-то изюминка, для кого-то это ретро, для кого-то это просто такой теплый человеческий звук. Мои коллеги из архтиллерцентра подарили, там, десятилетие было организации, я стоял у основания ее, и вот мне на десятилетие подарили вот этот приемничек, теперь он у меня ассоциируется, еще нолик поставит, единичку поставить, и будет 10, да, ну, десятилетие компании подарили, да. Это вот этот, который я купил на Толкучке, приемничек это у меня такое босоногое детство, пацане, да, все время самые наши там крутые ребятки ходили с таким приемником, у меня его не было, все время мечтал его получить, но вот купил. Очень хочется, во-первых, посмотреть на зарубежье, аналоги для данной техники, да, у меня их в коллекции нет, и мне очень хочется сделать такую, знаете, стену радио, то есть все это вывесить, чтобы это все, как вы говорите, было подключено, завести какой-нибудь сигнал, чтобы они это всем, всем уже было покрутить, потрогать, чтобы услышать этот специфический, характерный звук, который издает радиоточка. Вот это хочется сделать, по-нормалу такой функционирующий полностью стенд. Радио проводное, оно, хотя на сегодняшний день кажется, что исчерпал свой потенциал, но, как показывает мировая практика, кабельное телевидение, оно живет, расширяется. Если мы говорим об интернете, хотя все пытаются подключиться к широкополосному интернету, но сигнал доставляется, опять же, оптоволоконными линиями связи, то есть везде идет провод. Я думаю, у радио тоже в этом смысле есть куда идти и развиваться, но если говорить именно о радио как таковом, то это, безусловно, радио, которое будет встроено в каждый нательный гаджет, потому что сейчас и часы, смарт-часы выпускаются, и телефоны, практически многие модели поддерживают приемы радиостанции, даже сейчас попытаются сделать с обратным каналом, то есть можно по принципу рации использовать телефон. То есть в этом направлении будет двигаться, хотя, опять же, что придумывает технология, сложно сказать, сейчас внедряется новая стандарта, цифровая радио, ДРМ, и там, помимо передачи голоса, понятно, что там в стереоформате идет речь о 5 плюс 1, звук, можно передавать еще и дополнительную информацию, какие-то оповещения вплоть до, какие-то и графические, и иные файлы, безусловно, это интересно, и плюс у радио какой, есть масса и моих знакомых, и вообще людей в мире, которые предпочитают черпать информацию, занимаясь чем-то попутно еще. Делать это с телевидением достаточно сложно, потому что порядка 80% информации человек получает глазами, с телевизионной картинки, поэтому только слушать телевидение невозможно практически. На радио же это позволяет, можно вести автомобиль, можно заниматься какими-то своими делами, часто человек делает свою повседневную работу, фоном запускает какие-то новостные каналы или музыкальные, что кому больше нравится. И опять же, если говорить о количестве лицензий вещательных, выданных у нас в Российской Федерации, то на радио их значительно больше, чем выдается на телевизионном вещании. Значит, спрос есть, рекламный рынок подтверждает это, то есть люди активно пытаются и продавать, и двигать бизнес с помощью данного средства массовой информации. Так что радио есть в будущем. Продолжение следует...